Без села нет будущего. Именно поэтому власти должны особое внимание уделить развитию регионов. В этом уверен независимый кандидат на пост президента Игорь Дадун. В его предвыборной программе детально прописаны меры, которые позволят населенным пунктам модернизироваться. Игорь Дадун уверен, местные власти не могут решать глобальные проблемы населенных пунктов без поддержки правительства. Слишком небольшие у них бюджеты. Именно поэтому, помимо продолжения уже внедряемых в стране проектов, кандидат на пост президента включил в свою программу ещё ряд инициатив по развитию регионов. Самый важный – ремонт и строительство дорог – должен продолжаться и в последующие годы, как и проект по строительству водопроводных и канализационных сетей. За последние 10 лет в него было вложено 3 миллиарда леев. Однако, как подчеркнул Игорь Дадун, средства выделялись малыми частями, оттого и реализация фрагментарная. Другая больная тема в подавляющем большинстве населенных пунктов – мусорные свалки. Ази, фару с поддержкой гуверну, не спрашивайте фиакарь примария. Какие планировали наши? Мы делаем 8 регионалы, мы делаем и акции с Берн, в этот sens, для того, чтобы создать регионалы регионалы, которые будут собрать дешевы, дальше будут делать сортов, дальше будут идти по речи кларе. Четвёртая инициатива касается освещения и газификации сельской местности. По словам Игоря Дадуна, власти намерены разобраться с одним из газораспределительных предприятий, которое не выполняет обязательств по расширению сети. Получить комментарии её представителей нам не удалось. Игорь Дадон говорит, что нужно мотивировать людей оставаться дома, в том числе в сёлах. Для этого кандидат в президенты намерен выдвинуть инициативу по поддержке многодетных семей. Речь о проекте «Материнский капитал». У меня был законопроект по созданию материнского капитала в Молдовии. Что это означает? Что при рождении четвёртого или пятого ребёнка и дальше, чтобы государство гарантировало определённую сумму денег семье, во-первых, для того, чтобы содержать, а для-вторых, чтобы при определённом возрасте, там, 12-18 лет, государство этому молодому человеку, либо девушке, помогло какими-то деньгами, средствами. В очень многих странах есть это. Я знаю, в некоторых странах до 10 тысяч долларов государство ставит на счёт, ими можно воспользоваться при достижении определённого возраста. Поэтому материнский капитал мы обязательно, мы обязательно с такой инициативой выйдем. Кандидат в президенты напомнил, что по его инициативе зарплаты медработникам увеличены вдвое. Это было сделано и для того, чтобы остановить отток специалистов, в том числе из сельских населённых пунктов. Дадон отметил, что закон не охватил сотрудников, работающих в школах и детсадах, и вспомогательный персонал. Поэтому сразу после выборов он внесёт в парламент законопроект, чтобы закрыть эти пробелы. По инициативе президента Игоря Дадона, зарплаты медработникам будут увеличены вдвое в несколько этапов. Первое повышение на 30% произошло 1 сентября. Второй этап, предусматривающий повышение заработной платы ещё на 30%, запланирован на 1 января, а с 1 июля – на 40%. Дадон также объявил, что предложит со следующего года увеличить зарплаты сотрудников сферы образования вдвое. Выборы президента пройдут 1 ноября. На пост главы государства претендует 8 кандидатов. Игорь Дадон, Андрей Настаси, Тудор Делиу, Рината Усатый, Майя Санду, Октавиан Цыку, Виолетта Иванова и Дарин Киртуаке.